Ну что, приветствую всех. Ух, надеюсь, 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 что не зря записываю этот видеоролик, потому что я сделал пост, широкий и обширный такой пост, здоровенный, по поводу итогов сервера Scrite, причину, по которой мы ушли, итоги, и высказал, в принципе, свое мнение. Там набрало 10 тысяч глазиков, куча лайков, 500 комментариев и так далее. Решил еще записать на ютубе, возможно, более обширно сделаю, возможно, скажу то, что не написал, не вложился, скажем так, формата 4, возможно, не все сидят в телеграм-канале. Ну, собственно, как вы видите, по моей физиономии сервер получился интересный, потому что если я всегда выстрижен, выглажен, всегда такой опрятный, красивый, значит, я мало играю и занимаюсь больше реалом, да, скажем так, чем игрой. На Scrite же я посвятил большое количество времени данному серверу, играл от 8 до, не знаю, от 16-17 часов в день, кроме там нескольких, возможно, последних дней, как мы доигрывали. Собственно, сразу скажу всем, сразу скажу всем, во-первых, кто смотрит на ютубе, парни, кому проще воспринимать на слух, нежели читать, кому интереснее именно видео, чем пост в телеграме, обязательно дайте свой фидбэк, напишите там комментарий, поставьте лайк, покажите свою активность, чтобы я понимал, что ютуб еще, скажем так, жив и он нужен и вам, и нам. Собственно, по поводу ухода сервера, причина не в каких-то игровых моментах и так далее, причина еще была за год до этого. Когда мы пошли первый раз играть на Masterwork, да, я тоже думал там, что Masterwork это там анальный донат, рисовки, играющие админы, там всякие искусственные бегуары и так далее. Но решил первый раз риснуть, тогда попробовать пойти играть на Masterwork еще год назад. И за все эти 6 месяцев, 6 месяцев, которые я там играл, я понял одно, что этот сервер можно сравнить, наверное, с ОК сервером в свое лучшее время. То есть, когда это был Гранд Каин, Паагрио и так далее. То есть, когда ОК сервер был, извиняюсь, тысячу раз лучше, чем любые пришадные сервера. Вот так же и здесь. Мое личное мнение, никому его не хочу навязывать, то, что на данный момент Masterwork и Global ушел в отрыв на много станций вперед от всех остальных проектов пришадных, от всех полностью. Поэтому я еще тогда понимал, уже на каком-то месяце игры, не помню на каком, точно понимал, что я буду собирать план на этот сервер, что я готов поучаствовать в данном мероприятии, я готов играть долго. Да, как показала практика, то, что я играл 6 месяцев на одном сервере и мне было, были, конечно, там моменты скучные, какие-то периоды и так далее, но в целом мне на протяжении почти всего времени было играть интересно. Поэтому еще тогда я понял, что на следующий Global я пойду. Но так как летом открывался Scrite, это тоже один из моих любимых проектов, тем более они открыли Low Rate, они рискнули, они попробовали что-то сделать, да, пошли немножко вперед, на ступеньку выше. И я понял, что пропустить я Scrite тоже не могу и летом, да, там до Global 3 месяца и так далее, но на несколько месяцев мы заскочим сюда, мы пощупаем Scrite, мы поиграем, мы как минимум круто проведем лето. И, собственно, скажу вам так, то, что это у нас получилось. Круто провести время, найти много новых друзей, знакомых, патчек, хороших игроков в плане, приятных. Плюс лето пролетело незаметно, пофанились с варами, узнал каких-то новых варов, похули варились и так далее. Собственно, расскажу вам за сервер, расскажу вам за сервер и почему ушли на 15 дней где-то, да, 15 дней где-то раньше планированного. То есть я планировал где-то доиграть там до конца сентября, потом взять небольшой перерыв и стартануть на Global, а ушли мы чуть раньше, да, скажем так, в половине сентября, не в половине, в первой половине сентября, там числа 13-го или когда. Короче, по поводу сервера, расскажу вам плюсы и минусы, все, что я за это время увидел, мне, в принципе, бояться, стесняться, там, скрывать нечего. Скажу так, то, что мне жалко, чтобы админы проекта Global is Cry, да, двух самых громких и больших серверов Lineage, не смогли между собой договориться и делать открытие там с разницей полгода, чтобы условно такой стример, как я, крупный, да, мог поиграть на одном сервере, там, 5 месяцев, месяц перерыва и на втором сервере 5 месяцев, месяц перерыва. Для зрителей это кайф, для меня это кайф, какое-то разнообразие, да, то есть не один и тот же контент показывают на протяжении года, а что-то меняется, плюс стабильность, крупнейшие, масштабные сервера со здоровенным онлайном и так далее. Но, раз у них не получается, пришлось сделать выбор. Выбор я сделал, к сожалению или к счастью, еще год назад. Свой выбор я сделал приблизительно, да, то есть еще там очень не прошлого года. Собственно, то, что мы идем на Masterwork, то, что я точно буду собирать клан на сервер такого масштаба, как Masterwork, да, со здоровенным онлайном, там, 2 или 3 сервера открытия. Напоминает мне реально этот сервер, об сервер напоминает, как минимум, не потому, что там все официально, а потому, что, блин, как будто корейцы что-то высылают, мысли какие-то в голову этих людей, блин, как в 2000 каком-то там, в 12-м году и постоянно выходят такие обновления, которые на других серверах до сих пор не смогли придумать, а там это уже работает, там, не знаю, 4 года, допустим. И меня это шокирует, то, что в такой отрыв уйти, блин, это слишком жестко. Как будто остальные сервера еще не получили обновления 4-летней давности. Дальше, парни, вернемся к страйду. Сам сервачок, во-первых, админы, я думаю, тоже рады и довольны, как минимум, и то, что мы пришли, и то, что они летом открыли. Я со своим там стримом людьми показал большому количеству комьюнити линейджа, что такое скрайт, что такое сервис существует, что на нем большущий онлайн, что на нем свое комьюнити, что его можно сравнивать этот сервис со стереусом. Да, то, что как на астереус я первый раз пришел, там тоже свое здоровейнейшее комьюнити, куча соло-игроков, каких-то кланов, которые играют только на скрайде, вот только на астереусе, тогда и так же самое и здесь. Кстати, одно совпадение есть, то, что тогда, когда мы пришли первый раз на глобал, ой, на астереус, и сейчас, когда мы пришли первый раз играть на скрайт, и тогда астереус поставил свой рекорд онлайна за 20 лет, и скрайт за 8 или 9 лет существования летом поставили свой рекорд онлайна. Я не знаю, совпадение это или нет, в принципе, в целом все заслуги это админов этих серверов, очевидно. Но такой интересный факт. Что касается самого сервера. Сервер Ява, со здоровенным онлайном, комьюнити, я это уже сказал. Какие-то есть там косячки, недоработки, что-то работает не так, там где мы привыкли и так далее. Но в целом, в целом играбельный сервер для большой аудитории, долгоживущий сервер, потому что там еще живет прошлый сервер у них, потом будет мер, что там планируется в будущем. Онлайна реально много. В Олимпиаде, на Олимпиаде просто тонны людей, там в рекорд было что-то 1100 арен одновременно. Ну, админы грамотно подходят, делают плюшки, делают шмот за Олимп, делают даже иногда выдачу донок за Олимп. Есть свои стратегии привлечения на Олимп игроков. В целом, есть хорошие стороны, есть плохие стороны на скрайде, да. Но, скажу вам так, больше хороших. Больше хороших и приятных моментов. Какие-то новые локации они сделали, тантары, да. Возможно, были лайки, какие-то неприятные моменты, там, когда онлайн достигал 12-13 тысяч. Но, ребят, давайте будем откровенны. У парней еще не было такого онлайна, они еще не знают, не знали, как с этим бороться. С большим онлайном и с вечерним онлайном, когда были дисконнекты, там, лайки, очереди даже были, как в свое время на Офе и так далее. Но, в целом, круто то, что они что-то пробуют новое, да, они же открывали чисто ПВП сервера. Рискнули, попробовали лоурейт, начали там кучу всего делать, переделывать. Рискнули, стараются, пробуют, скажем так, идти вверх по ступенькам. И это круто, желаю, скажем так, Скрайду в этом плане развиваться, идти вперед, что-то пробовать новое. Не стоять на месте, не открывать одно и то же, там, на протяжении кучи лет. Это классно, то, что вы двигаетесь вперед. И о вашем продукте за счет того, что вы начнете двигаться, узнают как можно больше и больше людей. Что касаемо, вернусь ли я когда-либо на Скрайд. Скажу вам так, то, что я обязательно вернусь еще на этот проект. Я уверен, то, что и админы сделали какие-то выводы, и мы сделали какие-то выводы, что сервер будет становиться все лучше и лучше. Хоть это и Java сервер, да, многие там различают, что такое Java и PTS. Но, как показывают и Asterious, и Scribe, то, что даже Java сервера можно хорошо настроить, играбельно, чтобы там играло большое количество онлайна, всем нравилось, какие-то свои фишки, нюансы, тонкости и так далее. Собственно, по самому серверу поехали. По клановой игре я имею ввиду. Стартанули мы на проекте. Вы помните все первый подкаст. Я уверен, сто процентов. Там было слишком много гарячий, слишком много желчи, слишком много грязи и так далее. Было много агрессии в нашу сторону. И я, идя на сервер, понимал, что лето, общаюсь со своими корпачками, даже с корпачками с последней вальки, там, условно, та же малина, Денис Ренлайс. Никто не захотел идти на проект, да, потому что лето. Короче, играй до рассвета. Никто не хотел идти. Ну, думаю, пофиг, рискну. Пойду проиграем, там, проиграем, проиграем. Я понимал, что я себя в любом случае, наш клан, как бы, хорошо покажу. Ну, познакомлюсь с какими-то новыми людьми, поиграем с другими ребятами. В принципе, не особо был уверен, там, в какой-то победе или в какой-то супер хорошей игре нашего клана после подкаста. Потому что я слышал, как на меня на подкасте быкует один, кейл, второй, третий. Я понял, ни хрена вы, ни хрена, ребята уверены. Я понял, что там серьезные дяди туда идут. Потом мне рассказали, какое количество идет туда, там, дон пачек с сумасшедшими донами. Я понял, что, блин, насилие будет тяжело. Насилие будет тяжело. Думал, ну, ребята базарят Кучерява не просто так. И, собственно, что дальше происходило? Кучерява закончилась уже с первых эпиков. Когда нужно было на первом эпике выйти всем планом показать себя. Чтобы админы сделали распределение Бигвар и Мидвар. И даже уже тогда выскочкам типа Сармата, Пиксель Хантерс, уже тогда даже, я даже не трогал этот план. Дайкаст, ОП-2, мои зрители дали по лбу. И я удивился то, что тогда на первом эпике ОП-2 клан Дайкаста был номером 3. Первое место заняли мы там, да, по ПОП, по всем моментам, то, что забрали АК. Первое место заняли мы, второе место ХВГ и третье ОП-2. Среди кучи кланов, которые там были, 10 плюс кланов, заняло третье место ОП-2. Убивали всех L2 Тимов, Светлану Петровну, Викидов, Пиксель Хантерс, Асуранов. Короче, куча разных кланов убивали ОП-2. И я думал, нихера мы набрали жиру. Собственно, будем покороче, не хочу затягивать видео ролик. Первый месяц, там 4-5 недель на проекте, точно сейчас не вспомню, точно больше месяца, фулл доминация была нашего клана. Вообще, фулл доминация. Что значит фулл доминация? Все, что имеется в игре, топовые локации, большое количество героев, весь Эпик, который был за это время, если не ошибаюсь, кроме одного Орфена, весь Эпик за это время забрали мы. Большую часть замеса, там процентов 85-90, забрали тоже мы. Победили, побеждали как и клан на клан, так и 2 на 2. Вместе с Дейкастом я и ОП-3 собирал, и Пиксель Хантерс переименовывали свой клан, там ЛХВЛ, там. И Асуран своим кланом переименовывался, там, тоже в их, и ХВГ, и так далее. То есть, там и три клана вары пробовали делать, и засосы с коммерсами пробовали. Короче, что они, сука, только не пробовали. И был эпичный кора, там, где мы три клана сразу повалили, тоже. Это момент есть на стриме, там, где нас двух сторон бьют в ХВГ. Викиды, мы их убиваем, подходят еще коммерсы снизу, мы их убиваем, три клана. Ну, короче, действительно была фулл доминация. Первые там 4-5 недель. Вообще, фулл, никто даже поспорить не может. И все вот эти вот выскочки с подкаста, которые, ну, скажем так, будем откровенны, вели себя неподобающим образом на подкасте. Немножко охладили, остудили, скажем так, свой пыл. И немножко пришли в себя и поняли, с каким соперником, скажем так, они начали, против кого они играют. Ну, и какое решение, как вы думаете, приняли эти ребята? Какое решение приняли эти ребятки? В то время клан Викиды был в Мидваре. Их почему-то досунули в Мидвар, не знаю, они там фармили себе эпики. Мы дрались против ХВГ. И до момента, пока не запретили ОП-2 ходить на Хай Эпик, а Викидов не перевели в Бигвар, до этого момента уже ХВГ перестали ходить на Эпик, перестали посещать Эпик. Начали пропускать, не приходили, просто фармили его и так далее. То же самое фулл локация, фулл месяц локация Тантар. Новая локация, где я могу остановиться там 10 пачек примерно на фарм. Процента 85 времени была закрыта. Это даже больше. И мы и днем, и ночью, и в обед, и утром всегда закрывали процентов 90 времени. Было закрыто нашим кланам. То есть, постоянные драки за нее со всеми кланами, вся серия, которая есть, постоянно целыми днями драки, 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 фарм, драки. Было тяжело и было интересно, но локацию мы держали. Поэтому месяц плюс была фулл доминация. Дальше происходит на сервере такой небольшой переворот. Оп-2 клан, оп-2, оп-3 клан. У нас тогда был уже и третий клан. Запрещают ходить в Бигвар, отправляют их в админы в Мидвар. И клан Викиды, топовый клан Мидвара, вытягивают с Мидвара, засовывают в Бигвар. В Бигваре остается три клана. Оп, Викиды, ХВГ. Ребята, ребята там начали по своим каким-то соображениям, в принципе, по логическим соображениям, начали приоритетом бить нас. Приоритетом бить нас, глушить, забирать у нас Эпики начали. В два клана. Но, как бы, вместе Эпики не фармили. То есть, там, убили как-то нас с двух сторон, допустим, потом как-то подрались между собой. Потом один клан как-то отвлекал. Допустим, на ТП, пока мы бежим, другой фармил. Ну, короче, каким-то таким способом начали забирать Эпики у нас. Я начал жестко гореть на это, кричать, там, 69, засосы. Ну, все как вы любите. Ну, потому что это действительно было. Это действительно было. Это не я один, скажем так, об этом говорил. Это видели все, в принципе, зрители, кто смотрели. И, собственно, что происходит? Проходят, якобы, из-за того, что я кричал, что у ребят засосы. Они решили продемонстрировать настоящий засос. Как они, по их словам. И сделали официальный засос, который длился и длится, там, уже около трех недель. Просто забивали нас ногами. Можно так сказать. Забирали все Эпики, все замки, все флаги, большую часть героев. Не, локации мы не давали за круглям. В Дейли они брали за щеку, будем откровенны, там, днем, утром, ночью. Все споты, что мы хотели, мы фармили. Но! Именно вот в вечернее время, в прайм-тайм, они собирались и забивали нас два клана. Вместе начали фармить Эпик. Говорят, вот ты кричал на засос. Вот теперь мы тебе покажем настоящий засос. И вместе фармили Эпики, полностью за руки, прям. Убили, мы подходим, становятся с двух сторон, убивают нас и вместе долбят Эпик. Все. Но они думали, что там, грубо говоря, сломят нас, мы не будем ходить там на Эпик. Ни хера, мы ходили все время, все эти три недели. Возможно, там была стратегия пропустить один или два Эпика, не помню. Один или два Эпика, возможно, мы пропустили за все это время. Все Эпики забрали они за эти три недели, за исключением, за исключением эпичного Байома, когда мы перевернули. Короче, что-то они там натупили, тот залетел, тот не полностью залетел, один лежал мертвый. Короче, сами эти челы на бокопорили, в итоге мы завалили как-то два клана каким-то чудом и забрали Байя. Тянули время, там, короче, всякие такие стратегии мы делали, в итоге забрали Байюма. Челы в шоке были, это, ну, самый эпичный Байюм был за все время. Такую же ситуацию плюс-минус удалось провинуть с Корой. То же самое, на Корой там что-то, они говорили, что двери победили. Короче, какой-то клан там остался за дверьми, двери закрылись. И в итоге мы забрали Корой. У нас был там шанс, пока закрываются двери, они бегут с города. Я показывал даже, когда они бежали на этого Корой с города, совместно вары. Просто рядом залетают Крума, второй этаж, и вместе ХВГ и Викили топ-топ-топ-топ под ручку бегут. И они подошли уже к дверям, и Кора осталась там 10%. И когда двери открылись, короче, мы его в этого Кора уже добили. То есть вот два эпика, которые мы забрали за эти три недели, у двоих кланов, чтобы понимали. Получилось у нас, может быть, что-то забрали, честно не помню. И круто понравилась эта осада руны. Это было все без стрима, я сказал, парни, у нас есть шанс забрать руну. Руна КВГ, которая была с флагами. Три флага там на каст. Если не будет стримов, если хорошо подготовиться. Мы действительно к вам нам подготовиться очень сильно. Наверное, самая лучшая осада за все мое время. Даже сопоставимая, даже лучше, чем та, которая была на Астериусе против Гоу-Геттеров. Мне очень понравилось, жалко не было стрима. Там есть ролики, как бы мы выкладывали ролики замесов. Но, если вот эти вот все сопутствующие штуки, там командование, стратегии, самоны. Если бы это все, почему-то я не додумался, просто запись сделать и выложить эту эпичную осаду руны. Как мы проворачивали, как мы в воду самонились к клан самоном. Через самонеров. Очевидно, если бы это все было на стриме, все самонеры спалились. Для нас бы все это поубивалось. Отвлекали их на других замков. Якобы мы идем туда кастовать. Потом куча привели гномов, этих големов. Весь, просто вся эта руна, этих големов. Там штук 10 здоровенных големов. Разломали всю руну им полностью. Мы их начали убивать, забивать один, там второй. Забрали замок у них. Спустя там 40 минут времени мы забрали этот замок руну. Потом у нас переломали все кристаллы. Мы понимали, что жопа замок теряет. Перекастовали этот замок на другой клан, на свой. Короче, там супер стратегические такие действия делали. И потом у них удалось у нас забрать в два клана обратно этот замок. Удалось забрать замок руну. И как мы там обострались, я снизу поставил флаг после ворот. И мы уже зачистили всю внутренность. Всю внутренность зачистили. Там оставалось минут 15 до конца осады. Что-то в таком духе. И я начинаю каст. Я начинаю касту 3. Мы зачищаем там всех варов внутри. Все, они бегут с города. Вары бегут с города. Не, мы еще не зачистили. Мы зачистили один клан, половину другого клана. И деремся с КВГ еще сверху. Да, мы на роне деремся сверху. Все, добиваем их. Грубо говоря, начинается каст. И пачка, которая храняла флаг, это Рос. Он говорит, Женек, тут никого уже нету. Я там побегу к вам. Я говорю, ладно, давай к нам. Я понимаю, что мы сейчас добьем этих челов. Как бы и все. И в это время на нас ставят купола. Как бы я их не заметил. Эти купола убивают нас. То есть они там в меньшем количестве убили нас на повороте куполами. Хотя у них полклана уже лежало. Мы их обрезали. То есть все, фрит замок, там минут 15 остается. И это прошло после того, как человек мне сказал, что флаг обрезнул. То, что наш флаг стоит все нормы. Мы побежали к вам. Прошло секунд 10 после этого. Я говорю, ладно, похеру. Ну, может 20. Я говорила, на похеру. Мы упали, говорю, ладно, еще 15 минут времени. Гоу. Встаем на флаг. Бежим сейчас за кастом в замок. Я уже уверен был, что замок 100% наш. Все равно, даже с этим падением. Мы нажимаем вставать к флагу. Флага нет уже. То есть 10 секунд назад или 15 отошел. Уже кто-то, человек отошел, кто-то сломал флаг. И я думаю, блин, я сильно сгорел, как бы, да, на эту штуку. То, что, как бы, я поставил пачку там стоять. Она меня, как бы, во время замеса подбила. Подбила то, что, Женек, можно мы пойдем к вам фаниться? Я на это забатиться согласился. И когда флаг нам ломают, я понимаю, остается там, ну, как бы, бежать с города долго. А когда ты флаг прям возле замка, ты встаешь и делаешь то, что тебе нужно. Я понимал, что все, капец, мы можем не успеть. Я ктихую что-то кричу, там, какой-то мат. И жестко бью по столу, по своему, по вот этому. Бью по столу и, видимо, дернулся роутер или что. И пропадает интернет у меня. А до конца осталось, там, брендер, 13 минут или что-то в таком духе. И, короче, пропадает интернет. Я начинаю новый засовывать. Новый не работает, не подключается. Пробаю обратно старый. Короче, потеряли там 2 или 3 минуты. В итоге мы. Я захожу, говорю, в покер, я супер злой, брендер. Потому что так красиво. Мы так отсаду все и трахали. По количеству ПВП даже. То есть, у нас количество в 2 раза меньше. По количеству ПВП, которое мы набили наваров, у нас больше ПВП на 2000. Я был просто шокирован. Реально, самая крутейшая осада. Я бью по этому столу. Пропадает интернет на 3 минуты. Мы бежим с гор. Я захожу потом. Супер злой из-за этого интернета, из-за этой ситуации с этим флагом. Мы бежим с города. Убиваем опять все эти кланы внутри. Начинаю каст. И не хватило до кастовать. Там ребята высчитывали 15 секунд. И заканчивается осада. Просто вдумайтесь, как было в момент обидно. Если бы этот удар по столу, или не моя команда, как бы не мое добро уйти с флага, когда человек меня спросил, 200% замок был бы наш. И это бы очень сильно надломило бы данный клан. Потому что мы доминировали 75% где-то осады. Все из-за грамоты. Разломали все кристаллы. Все, они варом бежать с города долго. Они бы никак не прибежали. ТП у них 8 минут. То есть все, 100% наш замок. Не хватило 15 секунд. Вот этот удар по столу потерял 3 минуты. То есть от 2 раза бы мог этот замок закастовать. Но в принципе всем осада понравилась. Обидная ситуация случилась. Да, но всем понравится осада. Была супер эпичная, показательный. Такой забил был. Прямо именно. Ух, блин. Такой оргазм я получил. Жаль, жаль я не записал эту осаду. Очень жалко, парни. Надеюсь, я вам передал хотя бы частично эти эмоции. Собственно. И мы планировали играть на сервере. Стас там забивают. Даже там. Не важно. Это мы днем забивали. Вы видели стримы. Мы забивали днем. Это пак на пак. 2 на 2. 3 на 3. 5 на 5. 10 на 10. Мы забивали варов. Просто на всех спотах. И так далее. Похер, потому что они там фармили вместе весь эпик. Очевидно, становились сильнее за счет флагов, замков, героев. Эпик. А с эпика падает 83-е книжки. И так далее. Но в принципе, было похер. Мы всякими постами все равно хорошо стояли. И я понял одно. Я дал анонс. То, что мы идем на Global. Да. Большинство патчик начало уже там. Грубо говоря. Говорит, Женек. Ну, когда мы уходим. Если типа. Короче. Когда мы уходим уже. Людям надо делать там играть. Мы все там ждем Global. Ну, не все патчики, но большинство. Плюс. Вары как будто начали. Вроде бы, якобы они рассосались. Начали там драться за свой клан. Потом случается ситуация на Коре. Где мы хотим бежать Коре. И мы фармим тоже викиды. Нам залетают в спину ХВГ. Начинают нас обрезать. В итоге. В итоге мы падаем. Потом. Они бегут Коре. Мы залетаем. Я пишу в чат. Мы пропускаем вам с Корой фармят. Типа, ну, вперед. Бегите. Викили фармят. Они нет. Стоят все равно. Хотят нас держать на ТП. Мы убиваем их. Убиваем ХВГ. А Коре забирают спокойно викиды. Да. Все довольны. Все рады. Я понял одно. Что никакого интересного контента вечернего на стримах не будет. То есть кланы продолжают также социализаться. Никакого интересного контента нас не ждет вечером. В принципе. Зачем меня мучают тогда... Зачем меня мучают тогда ребят. Не все. Но большая часть пачек там сидит. Играет, грубо говоря, Женек. Мы там играем до того момента, пока ты скажешь. Условно. До конца месяца. Если уйдешь раньше, мы будем только рады и так далее. Я понял одно. Что паки уже не хотят играть. Вот скажу вот таким образом. Кто-то хочет, да. Но большая часть людей просто говорят, Женек. Ну мы доиграем уже только ради тебя там и так далее. Я понимаю, что я не хочу ребят мучить. Настрой там многих на глобал. У меня у самого уже голова думает о другом. У меня эти кланы уже как бы фиолетовые. Да. Одним словом. Как бы неинтересны. Я все эти кланы уже поубивал клан на клан. Куча раз. Позабирал кучи эпиков у них. Дейли. Везде поуничтожали. Все, что можно. Я понимал, что два клана в принципе на данной стадии, скажем так, сноубола, который они достигли с этими, особенно 83-ми книгами. Два клана убить шансов нету, да. Количество их два у них с двух сторон. Всякие моменты, где в обрезание спины, чтобы мы не добежали. Я, пожалуйста, не хочу ребятам дезморалить, как-то мучить и так далее. Мы себя показали круто на этом сервере. Я не буду говорить там, выиграли мы сервере, проиграли. Вы все сами прекрасно видели. Там первые 4-5 недель мы в ноль вообще вытрахивали. Последнее время нас добивало два клана. Назвать это поражением тоже не могу. Потому что, ну, щемило два клана у нас, да. Хотя все кланы должны были драться сами за себя. Плюс момент, когда админы отсамонили оп-2 и оп-3 в Мидвар, я тогда на это никак не согрелся. Я на это никак не отреагировал. Я подумал, окей, пусть будет так будет. Для сервера так будет лучше. Окей, все. Начали рубиться против двух кланов. Мы как бы дрались, старались, пробовали. Показывали все как могли. Бывало, убивали и два клана подряд. И они приходили заново. Третий клан убивали, потом не хватало маны, падали. Ну, показывали себя действительно круто. Поэтому я доволен, в принципе, то, что познакомился с кучей крутыми людьми. Пачками. Большое, огромное спасибо вам всем, ребят. За то, кто там впервые играл в клане. Кто помогал. Были, конечно, не супер активные пачки, которые играли, скажем так, в свою игру. Мне это, честно, не особо нравилось. Но, как минимум, то, что они приходили на эпики, набивали топ-3, топ-5, топ-7 пвп. Хоть и не участвовали в каких-то интересных дейли пвп и не играли в клановую игру, играли на себя. Возможно, кто-то там крючил. Возможно, не знаю, чем занимался. Но, скажу честно, то, что такие паки мне не особо нравятся. Я люблю, когда паки вступают в клан и играют в клановую игру. Они идут играть в клан. Если патчи, которые любят играть на себя, им нужно играть где-то отдельно, со своим одним паком и заниматься своими делами. С ними неинтересно никакая коммуникация, общение, закрытие локаций, взаимопомощь, прокачка каких-то персонажей и так далее. Ну, в целом, я доволен. Круто показались именно на этом сервере. Вары немножко приспустились на землю после подкастов. У варов тоже был... У нас был хороший холивар с ХВГ. Викили там в Медваре. Без вары где-то колупались на месяц с чем-то. Был хороший, интересный холивар с ХВГ. Скажем так, ГЭФ с тем пачкам, которые там дрались, друг на друга писали гадости, агрелись на форумах, везде, на подкастах, неважно. Все равно спасибо вам за фан. Как бы если бы не вы, было бы скучно на сервере, очевидно. Вы хоть как-то нас развлекали, хоть где-то. Большое вам огромное спасибо. Моему клану, пальчикам, кто старался, кто играл на клан, парня. Здоровенный респект. Жду вас всегда в своем клане. Дам вам всегда, скажем так, протяну руку помощи и помогу всегда в любой сложный для вас момент в жизни. Скрайду пожелаем развития хорошего, удачи. Хороший сервер, если в том же духе будете развиваться. Стремиться, скажем так, вперед, что-то пробовать новое. У вас здоровенная своя аудитория, здоровеннейшая комьюнити. Я удивлен, сколько играет. Особенно соло игроков. Это просто тюма тимущая просто играет. Жесть. Пожелаем Скрайду удачи. Обязательно мы еще вернемся на этот сервер. К сожалению, вот так вот получилось. Совпадают, скажем так, даты открытия. И никак не можем продолжать дальше играть. Global. Ну, не могу пропустить Global, потому что понимаю, что блин, ближайшие 5 месяцев на Global будет слишком интересно, слишком жестко. Это как пропустить открытие офф сервера, я уже говорил. Поэтому не могу. Все. Крепко обнял всем. Спасибо всем огромное за план, за сервер. Хоть и 2 месяца, но мы их провели достойно. Мы их провели круто. Мне ни капли не стыдно за игру нашего клана. Большое спасибо, я всем туда смотрел до самого конца. Админам Скрайда, респект Паше, Игорю, Коле. Хороших открытий, хорошего онлайна. Мы еще увидимся. Всем пока. В Телеграме много информации, парни. О наборе, о всем. Просто подписывайтесь, не теряйтесь. Ютуб, вы сами знаете, в любой момент может быть забанен. Если я 133 минуты дослушал до конца, я буду удивлен, напишите в комментах. Пока.